Не надо верить менеджерам. Зачастую менеджеры говорят, воздушное отопление способно прогреть дом за полчаса. Это очередной миф, россказни менеджера. Дом просторный, светлый. Площадь дома составляет 400 квадратных метров. Дом построен из монолитного железобетона и пеноблока в качестве заполнителя. Еще на стадии проектирования дома хозяева поняли, что они хотят установить не только систему отопления, но и систему вентиляции, а также кондиционирования. Ввиду этого было принято решение установить систему воздушного отопления, потому что она прекрасно совмещает в себе все эти функции. Что зачастую говорят менеджеры? Зачастую менеджеры говорят, что воздушное отопление практически на 40, а то и на все 60% экономнее, чем обычное водяное отопление. На самом деле это не так. В дом необходимо подавать ровно столько тепла, сколько он теряет. И чем мы будем подавать это тепло, абсолютно не важно. Воздушным отоплением, теплыми полами или батареями. Все зависит от эффективности самого газового котла или газовой установки воздушного отопления. Но как и с водяными котлами, газовые установки воздушного отопления в целом ничем не отличаются. Они также бывают обычные, как установлены здесь, и конденсационные. Так что можно сказать, что экономность воздушного отопления, хоть я и занимаюсь, действительно миф. Кратко расскажу о мифах, которые связаны с воздушным отоплением. Одним из самых распространенных заблуждений, связанных не только с воздушным отоплением, но и с отоплением в целом, это то, что отопление сушит воздух. На самом деле воздух сушит не система отопления, как таковая, а вентиляция дома. Когда мы забираем холодный, при этом сухой, зимний воздух с улицы, в котором содержится очень мало влаги, и подаем его в помещение, естественно, мы снижаем тем самым уровень влажности помещений. Этого эффекта можно избежать только установкой увлажнителя в доме, либо перестать вентилировать дом вообще. Многие клиенты опасаются установки систем воздушного отопления из-за пыли, которую якобы данная система постоянно гоняет по дому. На самом деле это немного не так. В систему в обязательном порядке устанавливается фильтр, который задерживает всю абсолютно пыль, которая попадает в систему. Поэтому вся пыль задержалась на фильтре, а в дом поступает уже полностью очищенный воздух. Фильтр можно установить как механический, так и электронный, который просто очищает более тонкую пыль. Самое главное преимущество, которое дает воздушное отопление, это экономия бюджета. Потому что устройство трех раздельных инженерных систем обходится неизбежно дороже, чем когда все эти функции включены в одну систему. Еще одним неоспоримым плюсом воздушного отопления является то, что оно позволяет гораздо быстрее прогреть дом. Здесь тоже не надо верить менеджерам, которые зачастую говорят, что воздушное отопление способно прогреть дом за полчаса. Безусловно, это не так. Чудес не бывает. Например, на прогрев этого дома с температуры плюс 10 до плюс 22 уходит порядка двух с половиной часов. В то время как с водяным отоплением ушло бы порядка 4-5 часов. Это достигается за счет того, что мы греем непосредственно воздух в помещении. Прогрев воздуха происходит гораздо быстрее. А уже затем, когда помещение прогрета, начинают прогреваться стены, мебель и строительные конструкции. Чтобы начало работать полноценно водяное отопление, нужно прогреть не только сам теплоноситель, но и непосредственно радиаторы, трубопроводы. И также мощность системы водяного отопления зачастую рассчитана из расчета непрерывной его работы, а не из расчета включения-выключения. Основным принципом воздушного отопления является централизованный нагрев воздуха воздухонагревателем, который установлен в нашем случае в котельной, и его подача в каждое помещение по системе воздуховодов. Вместе с этим воздухом также по дому подается свежий уличный воздух. Забор воздуха на рециркуляцию идет через небольшое количество заборных решеток, которые расположены по дому. Поскольку весь объем дома сообщен между собой посредством лестницы, мы разместили основную заборную вентиляционную решетку в подвале под лестницей, чтобы просто ее не было видно в доме. Также при проектировании системы воздушного отопления требуется учитывать правильное взаимное расположение приточных и вытяжных решеток, чтобы они не находились рядом, а располагать их максимально по диагонали внутри помещения, чтобы воздух правильно не только отапливал, но и вентилировал весь объем обслуживаемых помещений. Сердцем системы воздушного отопления является газовая установка. Она забирает воздух из дома. Он проходит через, в данном случае, механический фильтр. В самой установке он нагревается при необходимости, если на дворе лето, воздух охлаждается в внутреннем блоке кондиционирования. И уже по системе подающих воздуховодов раздается по дому. Вот и весь принцип системы воздушного отопления. Она на самом деле устроена гораздо проще, чем водяное отопление, потому что в ней нет ни промежуточного теплоносителя. Всегда можно понять, дует ли воздух из решетки. Надо отметить, что на участке нет магистрального газа. И данная установка была переведена на работу от жижного газа. Просто так данное оборудование подключать к жижному газу нельзя. Зачастую люди, которые устанавливают газгольдеры, заявляют, что отопление от жижного газа стоит гораздо дешевле, чем от электричества. Это немного не так. Это очередной миф, россказни менеджера. На самом деле, киловатт-час энергии от жижного газа стоит немного меньше, чем киловатт-час электроэнергии. Но безусловно, установка газгольдера в данном случае являлась обязательным условием, потому что на участке просто нет столько электроэнергии, чтобы отопить дом площадью 400 квадратных метров. Дымовые газы от печки удаляются так же, как от обычного газового котла через систему дымоходов на кировлю. В доме имеются три этажа, которые совершенно разные по своим свойствам. Например, цокольный этаж совершенно не имеет теплопритоков летом и имеет очень мало теплопотерь зимой. При этом он снабжен обширными теплыми полами. Первый и второй этаж, они близки по своим свойствам, но при этом на первом этаже также установлены обширные теплые полы. Ввиду этого было принято решение разделить систему на три раздельных температурных зоны с индивидуальным управлением. Что же такое система зонирования? Она состоит из трех термостатов, которые установлены каждый на своем этаже. Контроллеры системы зонирования. Заслонок с электроприводами, которые регулируют подачу воздуха на каждый из этажей. А также из трех раздельных систем воздуховодов, по которым воздух независимо подается на свой этаж. Все это оборудование расположилось в данной просторной котельной. При этом данная система управляется достаточно просто. Пользователю достаточно просто выставить желаемую температуру на каждом из этажей. Контроллер зонирования сам определит, в каком режиме запустить установку, откроет нужные заслонки и теплый или холодный воздух в летнее время будет поступать и охлаждать или отапливать нужный этаж. Система зонирования позволяет не только поддерживать на каждом этаже желаемую температуру, но и экономить. Если этаж не используется, то на нем можно просто выключить отопление. При устройстве в систему зонирования есть свои нюансы, которые надо в обязательном порядке учитывать еще на стадии проектирования. Самой главной проблемой при работе системы воздушного отопления совместно с зонированием является перегрев газовой установки или обмерзание внутреннего блока кондиционера. Для нормальной работы установки требуется прокачивать как минимум 2000 кубометров воздуха в час. Поэтому каждая из зон рассчитана на прохождение именно этого количества воздуха, чтобы даже при включении одной зоны на отопление или кондиционирование установка не перегревалась или блок кондиционирования не обмерзал. Надо также отметить, что данный дом имеет обширное панорамное остекление. И несмотря на то, что дом снаружи достаточно хорошо утеплен, 300 мм пеноблок и еще 150 мм минваты, теплопотери дома достаточно большие. Если в обычном доме теплопотери через окна составляют в районе 30%, то в данном доме этот показатель доходит практически до 60. Был произведен теплотехнический расчет, который показал, что мощности данной установки вполне достаточно для покрытия всех теплопотерь дома. Не только через ограждающие конструкции, но и на подогрев приточного воздуха с улицы. Для избежания пересечений между воздуховодами разных зон мы разложили их по потолкам своих этажей. Это также позволило избежать наличия в доме множества отверстий в межэтажном перекрытии и снизить передачу шума между этажами. Если мы будем с одного воздуховода отапливать и первый этаж, и второй, придется долбить дырки в межэтажном перекрытии. А мы их по потолкам каждого из этажей, поэтому мы ничего не долбили между этажами. В этом доме нам сильно повезло. Система воздушного отопления была предусмотрена хозяевами дома еще на стадии строительства дома. В доме была заложена дополнительная высота для прокладки воздуховодов, что позволило нам не ужиматься сильно в высоте воздуховодов, проложить их требуемого сечения, что безусловно снижает шумность системы. И также это позволило прокладывать нам воздуховоды там, где это действительно необходимо, не обходя какие-то препятствия. При этом максимальная высота воздуховодов составила 250 мм. Но обычно мы можем разложить воздуховоды в пределах 200 мм, а в небольших домах даже уложиться в 150 мм. После монтажа натяжных потолков в доме остаются видны только выходные отверстия, которые закрыты вентиляционными решетками. При этом для установки вентиляционных решеток неважно, какой у вас потолок – из гипсокартона или, скажем, натяжной. И на тот, и на тот вентиляционные решетки ставятся достаточно легко. Поскольку данный дом имеет плоскую кровлю, мы смогли установить наружный блок кондиционера на ней. Это позволило не загромождать прилегающее к дому пространство, а также очень сильно снизить шум от наружного блока, потому что на земле, поскольку установлен он на кровле, его теперь абсолютно не слышно. Одним из недостатков системы воздушного отопления является неизбежный шум самого вентиляционного оборудования. Он может распространяться как по системе воздуховодов, так и просто через стены и двери котельной. Этот шум идет он непосредственно от вентиляционной установки. Как же с ним побороться? Одним из способов погасить шум, идущий по воздуховодам, является применение гибких воздуховодов. Это и гасит шум, и снижает стоимость системы. Но одним из серьезных минусов гибких воздуховодов является низкий срок их службы, в районе 5-7 лет. Поэтому их применение в данных системах не рекомендовано. Поэтому в данном доме мы использовали полностью металлические воздуховоды, оснастив их дополнительными шумоглушителями. При этом надо сказать, что срок службы металлических воздуховодов измеряется в районе 80-100 лет. Чтобы погасить шум, исходящий от вентиляционного оборудования в котельную, рекомендовано на выходе из котельной установить достаточно мощную дверь, которая способна его погасить. Для данного дома площадью 400 квадратных метров. Стоимость данной системы составила около полутора миллионов рублей. Эта стоимость сложилась из базовой системы, к которой добавилась еще и система кондиционирования, а также установка дополнительных шумоглушителей, потому что хозяева предъявляли достаточно высокие требования к шуму. Надо сказать, что устройство системы вентиляции, отопления и кондиционирования обошлось бы дороже. Порядок стоимости системы отопления на подобный дом в районе 900 тысяч рублей. Устройство системы вентиляции обошлось бы порядка 500-600 тысяч. Система кондиционирования для такого дома могла бы обойтись порядка 400 тысяч рублей. Поэтому, если учесть то, что данная система выполняет все эти функции одновременно, то хозяевам данного дома установка этой системы позволила Даше сэкономить. Понравился ролик? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на форум Хаос. И мы всегда рады вашим комментариям. Субтитры сделал DimaTorzok